Мы видим, что вопрос о территории, которую Бог выделил для Израиля, это не просто теоретический вопрос, это злободневный вопрос сейчас. Потому что Израиль занимает сейчас маленькую часть той территории, которую Бог предназначил для него. Но и даже от этой части оторвали еще кусок и создали палестинскую автономию. Я считаю, это совершенно неправильно, потому что всякое взластво, которое разделится в самом себе, что делается? Оно может погибнуть, правда? И если будет дальше Израиль продолжать такую политику, и уже говорят опять о разделе Иерусалима, то это чревато очень тяжелыми последствиями. Всякий раз, когда люди начинают думать, что эта земля принадлежит им, и они вольно распоряжаться ею, как хотят, они совершают большую ошибку, потому что земля эта принадлежит Богу. И Бог установил границы этой земли. Есть многие народы, которые могут претендовать на многие земли. Вы знаете, что Гитлер претендовал Германию до Урала. И эти претензии имеют исторический прецедент? Первое государство, которое называлось Германия, оно действительно было до Урала. И захватывало реку Урал, Волгу. Да, мы будем об этом говорить, может быть, только уже на следующем цикле. Если монголы будут претендовать на свою территорию, как вы думаете, до середины Австрии, да, и весь Восток, и половину Индии, и в том числе Иерусалим. Но их претензии не обоснованы. Потому что если мы верим в Божественное Писание, то претензии, которые предъявляет Израиль, это не претензии Израиля как народа. Это есть Божья справедливость, да? Это именно Божья воля, чтобы евреи имели эти земли. И вот еще, когда мы говорили о тех землях, которые были, о тех народах, которые были завоеваны, мы говорили, что 10 было народов, но в книге Егорша Бен-Нун упоминается 7 народов. И что интересно, что из этих 7 народов 6 были полностью уничтожены и покорены. А вот еще один из 7 этих народов – таинственный народ Хиви, Хивиты. Не знаю, какое это имеет к хивинскому ханству отношение. Может, прямое, может, и никакого. Но слово Хиви означает на арамейском «змея». И название этого народа намекает на змея, соблазнившего Адама и Еву. И хиргашиты, они же хивиты, фактически не были покорены, а сумели бежать и впоследствии смешались с другими народами, которым передались их пороки. Так говорят еврейские комментаторы. Когда было завоевание Израиля, вы помните, первую часть Маше еще завоевал и три колена, территорию, которая находилась в Иордании. Сейчас эти земли находятся в Иордании. Сейчас там голые пустыни, но тогда это были очень хорошие земли. И некоторые оказались довольны. И сказали, мы пойдем дальше, ну там повоюем немножко, но все-таки лучше сейчас, чем потом. И вот это часто наше стремление, получить синицу в небе сейчас. И оказалось, что эти колена были в первую очередь. Изнанные в первую очередь подвергались различным нашествиям кочевых народов. То есть это тоже очень важно. И еще мы говорим, что когда речь идет об Израиле, скажите, Израиль это однонациональное государство или многонациональное? Многонациональное. И это по Божьей воле так. Потому что исход, 12 глава 49 стих говорит, один закон да будет для природного жителя и для пришельца, посидившегося между вами. Значит, пришельцы где будут жить? Между вами, да? Или мы им выделим какую-то автономию. Правда? То есть ни о какой автономии не может быть и речи. Всякая автономия – это не от Бога. Это не от Бога. И помните, что Мессия говорил, всякий, всякое царство, разделившееся само себе, опустеет, всякий город или дом, разделившийся сам себе, не устоит. Это Евангелие от Матвея, 12 глава, 25 стих. И когда мы говорим по-русски пришелец, то для этого русского слова в иврите есть два разных понятия. Первое понятие – гер. Гер происходит от того же корня, как и гар – жить. То есть это человек, который проживает в определенной местности. И это говорится о пришельцах в позитивном смысле. Сам Моисей жил в чужой земле и назвал своего сына Гирсам или Гершам, означая, что я был там пришельцем. Исход 2 глава, 22 стих. Второй законе, 23 глава, 7 стих говорит. «Не гнушайся Идумьяниным, ибо он брат твой, не гнушайся Египтяниным, ибо ты был пришельцем в земле его». То есть эти люди имеют такое же право быть полноценными гражданами Израиля, да? Когда они соблюдают основные законы. И пришельцы, живущие в Израиле, сколько законов должны были соблюдать? 7 законов Ноя. Мы уже говорили об этом, да? И вы знаете, что сказано? Что пришельца надо что делать? Любить, как самого себя. Не только ближнего, но и пришельца. Пришельц, поселившийся у вас, да будет для вас тоже что-то земец ваш. Люби его, как самого себя, ибо вы были пришельцами земли египетской. «Я Господь Бог ваш». Когда «Я Господь» говорит, подпись. Это, значит, особо важная заповедь. Это Левит, 19 глава, 34 стих. Были разные виды пришельцев. Были герей-ташав. Герей-ташав – это евреи, которые соблюдали всем заповедей Ноя. Они посещали храм, а позднее посещали синагогу, да? И в храме для них был отведен специальное место. А почему синагогы не отводят для пришельца в специальное место? Синагога – не храм. Синагога – это дом учения. Правда? И не надо разъяснить. В синагогу может зайти любой человек. Если он будет прилично одетый и прилично себя будет вести, то любой человек может зайти в синагогу. В отличие от мусульманских, допустим, мечетей, где разрешается быть только мусульманом. Правда? Но в храме были определенные уровни святости. Потому что святость храма – она особая. А синагога – это дом учения. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот эти Герей-ташав, приносили они жертву или нет? Да? Приносили жертву. Чисел 15 глава, 13 и 16 стих. Всякий туземец так должен делать, это принося жертву приятное благоухание. Мы уже говорили, что здесь говорится о милостивлении Господу. И если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди их рода вашей, принесет жертву приятное благоухание Господу, то он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, и устав один, устав вечный, роды ваши. Что вы, то и пришелец будет пред Господом. Закон один и одни права. Да? И были еще геррицедек. Геррицедек, они не становились евреями в полном смысле. Это, мы говорим про зелиты. Но, вы знаете, в принципе, евреев про зелитов нет. Тот, кто принял иудаизм, тот уже не про зелит, а еврей. Да? Можно говорить только о готовящихся стать иудеем. Но были и те люди, которые добровольно, они совершенно добровольно, из любви к Богу, кроме семи обязательных заповедей, брали на себя часть других заповедей. Они могли обрезаться, могли не обрезаться. Да? Мы с вами говорили, что обрезание – это не заповедь Моисея. Моисей подтвердил заповедь обрезания Авраама. Но они могли быть обрезаны, могли быть не обрезаны. И они могли соблюдать те заповеди, которые еще хотели добровольно брать для себя. И есть у них более близкие отношения завета. Вот, кстати, об обрезании, что никакой не обрезанный. Не должен есть Пасху. Это исход, то, что вы хотели мне напомнить. Вы просто забегаете немножко раньше. Исход 12 глава, 43 по 50 стих. Да. И чисел 9 глава, 14 стих. Говорит, если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершать ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. Здесь ничего не говорится об обрезании. Потому что если уже пришелец обрезался, то, в общем-то, он уже не пришелец, а еврей. Но в одном месте сказал, что он хочет есть Пасху, он должен... Правильно, я говорю, что то, что вы сказали. Исход 12 глава, 43 по 50 стих. А с чисел 9 глава говорит, что пришелец, если живет, то он должен совершить Пасху Господню. Но не сказал, что он должен обрезаться. Так что иметь надо мудрость к толкованию. Я сейчас не буду подробно об этом говорить. Но прежде всего нужно какое обрезание? Обрезание сердца. Потому что Тора, Тора, Тора говорит об особом обрезании. Левит 26, 41 стих. Так. За что и я шел против них и ввел их в землю врагов их? Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. То есть есть обрезанное сердце. И если в одном месте говорится о Пасхе и обязательном обрезании, а в другом месте не говорится об обрезании, но мы видим, что самое главное, какое иметь сердце обрезанное. Поэтому я считаю, что в мессианско-еврейской общине могут есть Пасху и необрезанные, но при одном условии. Если у них обрезанное сердце. То есть мы можем пригласить любого человека, но если его сердце с Господом, то он может совершать Пасху. Да? В том числе и христианин. Я думаю, что мы можем пригласить и неверующего. Страшного у нас не будет нарушения Божьего. Но при условии, опять-таки, что этот человек не будет смеяться, не будет вести себя плохо, правда? И не будет какие-то провокационные вещи делать. Безусловно. И видите еще важное место. Иеремия, 9 глава, 25-26 стих. «Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. Египет, и иудеи, и дома, и сынов Амоновых, и Маава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израиль с необрезанным сердцем». «Посещу» здесь употреблено слово «покат». Это вот то самое слово «покат», которое мы говорим, спорное. В общем, да, заяц, погоди. Ну, «покеда», говорит Господь. Помнишь, если мы говорим, что сыны грехи отцов, да, будут сыновья, да, и будут сыновья наказаны за грехи отцов. Они не наказаны. Вот именно это слово «покат». Бог посетит или Бог припомнит. Бог припомнит. Бог им припомнит. И также Он припомнит сынам Израиля с необрезанным сердцем. Вот именно на основании Торы, видите, Павел говорит, да, об обрезании и необрезании. И что есть люди обрезанные, но они необрезанные сердцем. И они то же самое, что и язычники. Но язычник не обрезанный физически, но имеющий обрезание сердца, да, это то же, что исконный еврей. Да, иудей. Поэтому мы сейчас не будем подробно эту мысль развивать. Мы сейчас говорим больше о истории, чем о теологии. Но для нас это очень интересно, правда? Вот. И еще Иезекииль, 44 глава, 9 стих. Иезекииль, 44 глава, 9 стих. Так говорит Господь Бог. Никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен ходить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Видите, необрезанный плотью, но мало быть необрезанным плотью. Надо иметь, что? То есть мало быть обрезанным плотью, надо иметь обрезание сердца. Да, и обрезание сердца стоит раньше, чем. Это как информация для размышления. Это пригодно и говорить о живле Израиля. И это говорится также о еврейско-мессианской общине. Правда? И еще интересное место. Скажите, когда евреи и неевреи, вы помните, входили в землю Израиля, было сколько евреев? 600 тысяч. А неевреев сколько было? 100 тысяч. И что же с ними произошло? И из Икии 47 глава с 12 по 23 стих. Но ключевой стих давайте возьмем 22 стих. Видите, здесь говорится, и наследуйте ее как 14 стихе. Ее как один, так и другой. И те, и те, да? И те, и те. Но вот ключевой 22 стих. Разведите ее по жребе, в наследие себе и иноземцам. Потреблено слово герим. Гер. Герим. Живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилев должны считаться наравне с природными жителями. И они с вами войдут вдолью среди колен Израилев. В котором колене живет иноземец, то и дайте наследие его, говорит Господь Бог. То есть иноземцы, геры, живущие среди Израиля, имеют то же самое право на землю Израиля. Да? И разделение идет, да, по коленам Израиля. Вот те, которые говорят, но я не еврей, а там 12 ворот. И как же я попаду в небесный Иерусалим, да? А так же самое, как была разделена, да, земля Израиля. И об этом говорит пророк Иезекиил. И видите, это 22 стих. Говорится, что те живущие у вас, которые родили у вас детей, и ничего не говорится о равидистической дискриминации и еврейства по матери. Согласны? Вот можете отметить, Иезекииле 47 глава, с 12 по 23 стих, ключевой 22 стих. Оно ничего не говорится, что евреями становятся только по матери. Везде в Библии больше 2 по отцу. Да. Это чисто традиция. Традиция эта возникла в средних веках, когда евреи часто подвергались изнасилованию. И рожденный незамужней еврейкой, ребенок, он ни в коей мере не считался незаконным. Незаконным мог считаться еврей, чистокровный, и по матери, и по отцу, если он был рожден в результате прелюбодеяния. Но если просто женщина родила ребенка, то он становится евреем. Скажите, это благодать? Это благодать для женщины. И благословение. Но мы из этого благословения, и мы, я говорю, ну мы, как евреи, я тоже себя приснисляю к евреям, да? Как говорил Сирис, мы немцы. Что делаешь? Правда? Но мы из этого сделали вместо благодати проклятие. Потому что нигде не сказано, что тот, кто не сын еврейки, не может быть евреем. Правда? Поэтому вот этот пункт, этот момент опровергает. Опровергает. То, что говорят по матери. Но здесь есть и другая группа пришельцев. Мы помните, говорили, пришельцы в положительном смысле гер, но есть и в отрицательном. Нахери. Нахери. Это не то, что по-русски, что вы думаете. Означает иноземный, иноплеменный, чужой, чужеземец, иноплеменник, чужий странец. Но хер, это означает отличающийся. Тот, кто отличается. Если гер, он хочет быть с Богом Израиля, и пусть у него не обрезанная плоть, но у него обрезанное сердце, то но хер, это тот, кто отличается, тот, кто противится, тот, кто противоставляет себя Израилю. Живет среди Израиля, но противопоставляет себя Израилю. Для него другие законы. Для него другие законы. Вот, например, второзаконие, 17 глава, 15 стих. Но поставь перед собой царя, который изберет Господь. Это говорится о царе. Господь, Бог твой, и среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца. Потреблено, что? Нахери, который не брат тебе. И в Новом Завете упоминаются такие небратья. 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Написал во мне сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолслужителем, правда? Или злоречивым, или пьяницей, или хищником, и с таким даже не есть вместе. Следующее расширение земли Израиля провел царь Давид. Вот, царь Давид участвовал в 18 военных компаниях. Видите, он пролил много крови, да? Он жил недолго. Сколько он жил? 70 лет, да? Из них 30 лет он прожил, в особенности после, да, в нехороших условиях, да? Потом он царствовал 7 лет над домом Иуды, и последующие из 40 лет, 33 года, он царствовал уже над Объединенным Государством. И он проводил 18 военных компаний, которые можно разделить на две категории. Первая категория – это воины, носившие четкий оборонительный характер. То есть, евреи подвергались нападению со стороны соседних народов. Давид собирал армии, чтобы отразить угрозу. Такой была, например, агрессия аммонитов, наневших 30 тысяч сирийских солдат и напавших на Израиль. К такой категории относятся также воины, в ходе которых Давид сумел завершить дело, начатое Егошева, завоевать всю территорию семи хананейских народов и тем самым выполнить завещанное Богом. Но, кроме того, у него был еще Кибуш-Яхид. 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 Кибуш – что такое Кибуц? Соединяться, да? Кибуш-Яхид – соединение в одно. Кибуш-Яхид – соединение в одно. Это индивидуальные завоевания монарха. Это земли, завоеванные Давидом и простирающиеся к северу до реки Ефрат. И эти земли он назвал Сурией. Не Сирией, а Сурией. На перерыве, кто любопытный был, вы видели эти земли, да? Эти земли намного превышают территорию современной эры с Исраэль. Современная эры с Исраэль – это одна пятая часть территории государства Давида. И он поступал так. Значит, у него было три особых строго определенных условия. Прежде чем приступить к новым территориям, царь должен владеть всей землей Израиля в границах, указанных Бемидбар 34-3-12. Второе условие. Царь не может начать сражение без предварительного согласия великого Санхедрина Синедриона, главного законодательного и судебного органа. Помните, что делал Давид перед тем, как начинать войну? Вопрошал Господа, да? И видите, я вам говорил о Божьей Конституции, да? Божья Конституция важна. Были попытки некоторых государств полностью принять Тору как Конституцию. В частности, мы говорили о первых американских переселенцев из Европы, да? Вот. Но есть такие вот Божьи Конституции, что царь не может начать просто так, начать сражение, когда хочу. Всевышний должен одобрить план завоевания, и чтобы убедиться это, царь обращался к особой вещи, которая называлась Урим в эту мим. Помните? Это камни, с помощью которых провозвращалась Божья воля. И третье. На эти земли распространялись все законы ведения сельского хозяйства, включая шмитут, румот, массород и так далее. И эти земли считались такими же святыми, как и первоначально завоеванные земли. В Сурии в частности ходила часть теперешней Сирии, часть Иордании, и часть территории Ирака. И территория Израиля в 5 раз больше, отметьте, чем территория современного Израиля. После смерти Шлома государство Израиля разделилось на что? На 2 государства. Северное было названо как? Северное было названо Израиль, или по названию столицы Шомрон, Самария. И какое ведущее племя было в северном? Ефрема. А южнее это Иудея, по названию племени Иуды. И частично там было племя Вениамина. Вы помните сначала пало какое царство? Северное, да? А через 100 лет примерно после него южное царство, да? И когда вернулись из Вавилонии, эти люди назывались Олей Бавель. Олей, помните, смехут? От Олим. Бавель, Вавилон. Вот территория, она сейчас меньше территории современного Израиля, да? Вот без Нигерской пустыни. Беяршева была южной границей. Южной границей. Граница по Мертвому морю шла, северная часть это Тверия и озеро Кеневед, Кенесарецкое озеро. Когда было, ну, позднее, вы помните, Иудея была разделена, да? Еще там были четыре части, да? И царь иудейский только составлял четвертую часть территории Израиля. Было Иудея, Галилея и другие, как провинции Рима. Но теперь мы будем говорить о восстановлении Израиля. Вот территория, которая была обещана после знаменитой Бальфурской декларации. Помните? Бальфур, премьер-министр Англии, сказал, что будет представлена Израилю определенная территория. И действительно, Англия воевала против Турции, да? И взяла Иерусалим и присоединила к себе те части, которые принадлежали Турции. И первоначальная территория, видите, она точно похожа была, вот, границы река и Ухрат. Правда, она очень похожа была на то, что Бог обещал Израилю. И вот такой и должен был Израиль. Но один человек в 1920 году, 8 февраля, взял карандаш и начертил границу. И все, что к востоку от реки Иордан, и от Мертвого моря, и от Илата, да, образовало новое арабское состарство, которое как называлось? Да, Транс-Иордания вначале, потом Иордания. В 1947 году, вот, таким образом, Транс-Иордания, он был 78% общей площади, которая была предназначена для Израиля. Он отдал самовольно один человек лично своим распоряжением. Затем, в 1947 году была попытка раздела Палестины, организации объединенных наций. Видите, вот это должно было принадлежать Израилю и узкая полоса до Средиземного моря. Это должно было принадлежать Иордании. И Иерусалим куда отходил? Да, помните? Иордании. Иерусалим ходил к Иордании. И некоторое время у евреев так действительно было. А потом произошла известная шестидневная война. Сколько дней продолжалась шестидневная война? А почему? А Маша Даяна говорит, мы в субботу не воедем. Спрашивает Маша Даяна. Говорит, как вы, евреи, воюете в субботу? Говорит, мы не знали. Мы начали с крещения и кончили в пятницу. Шестидневная война. Кстати, кто начал шестидневную войну? Израиль начал шестидневную войну. Но спровоцирована она, естественно, была арабами. И, видите, был еще и Синайский полуостров. Это была так называемая Синайская кампания, которая продолжалась тысяча часов. в результате Синайской кампании была занята вот эта территория. Дальше война судного дня. После войны судного дня часть территории и, в частности, Синайский полуостров был отдан обратно арабским странам. Ну, интересно, вот что. оказывается, сейчас нету у нас деления Израиля, да, на племена. Но оказывается, когда будет создан Израиль, согласно Езекииле, отметить, 48-49 главы, Езекиил когда жил? Во времена Вавилонского пленения. Где тогда был Израиль? Иудеи были в Вавилоне. А где был Израиль? Не знаем. И вот здесь территория Израиля согласна Езекииле. И опять мы видим племена Израиля, да, те же самые Гат, Ашер, Нафтали, Минаша и Ефрем. Причем восточные границы этих племен не определены в Езекииле. То есть они будут распространяться до бесконечности на восток. И поэтому мы говорим, что те, кто присоединяются к обществу Израиля, они как бы уходят в особое какое-то колено, которое они хотят. Итак, мы говорили об эпитогане земли Израиля, и мы говорили, что не имеют права ни Кнесет, ни какие-либо другие силы и власти делить Израиль. И всякое такое разделение, оно не по Божьему повелению. Мы, помните, говорили о Завете, о призвании, о земле Израиля, да? Теперь поговорим о Аврааме как пророком Божьим. Авраам был пророком Божьим, и он родился в 1948 году от сотворения мира. Авраам получил Божье откровение, но он это Божье откровение не оставил себе, да? Он давал это Божье откровение другим. И он был пророком, правда? Согласны, что он был пророком? В Торе прямо не написано, но еще сказано, что он был особым пророком. Он был другом Бога. Хорошо быть пророком, но особо хорошо быть другом Бога. Не ты ли, Божий наш, знал жителей земли, сей перед лицом народа твоего Израиля? Дал ее семени Авраама, друга твоего навек. Второе параллепоминон, 27 стих. Исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось его праведность. И он наречен кем? Другом Божьим. Иакова 2, 23. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как говорил кто с другом своим. Моисей был пророком, и Авраам был пророком. И как Бог с ними говорил? Особо как с другом своим, да? Есть разного вида пророки. Есть пророки, которые пророчествуют, вводят себя транс, были пророки там, словицы, мы будем говорить о разных типах пророков, да? Но были особые пророки, которым не нужно было делать какие-то специальные вещи для того, чтобы получить откровение Божие. Они беседовали с Богом, как я вот сейчас беседую с вами. И Авраам был другом Божиим. И вы знаете, что мы все сейчас в этом отношении на уровне Авраама и Моисея. Каждый из нас, верующий в Иешуа, Мессии, он выше Ильи, он выше Елисея, он выше там Михея, Исаия и других пророков. Потому что только об Аврааме сказано, что он был другом Божиим. Только об Моисея, сказано, что он другом Божиим. И только о каждом из нас сказано, что он друг Божиим. Вы представляете, какое мы имеем чудесную привилегию? Потому что Иешуа, Мессия, сказал, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин Ио, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Относится ли это только к 12 апостолам? А это относится к каждому из нас. Вот поэтому сказано, что каждый, да, в Новом Завете, он даже превыше пророка Иоанна Крестителя, потому что Иоанн Креститель не был назван другом Божиим, правда? Он был пророком Божиим, но другом Божиим были названы только Авраам, Моисей, и мы, каждый из нас друг или подруга Божия. Вот еще о Завете Авраама, Бритмила. Помните, Бритмила мы говорили, что обрезание, Бритмила, это дословно Завет, что? Слово. А тот предмет, который делает Брит, как называется? Бритва. Да? Брит делает бритвой. И Завет обрезания Бритмила действительно для протомков Авраама по плоти, евреев и арабов. Правда? Вот. То есть Бог завершил Завет Бритмила через Завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками, то и после тебя да будет обрезан у вас весь мужской пол, обрезайте крайнюю плоть вашу, сказано слово Орла буквально, и это будет знамение Завета между мной и вами. Так? И это Бытие 17 глава 10-11 стих, и еще Бытие 17 глава 7 стих, и поставлю Завет Мой между Мною и тобой и между потомками твоими после тебя в роды их. Этот Завет касается только потомков Якова, всех потомков Авраама, да? И мы говорили, что Завет Авраама, он был отменен. Нет. Но есть особый, есть особый, лучший Завет, да? Моисеев Завет был лучшим по отношению к Аврааму, но не отменял Завет Авраама. Завет Ешио Мессии, лучший по отношению к Завету Моисея и Авраама, но также не отменяет этот этот таки, где отмечено, что гора Синай находится в Аравии. Галатом, да, 4 глава, 25 стих. Ибо Агар означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Гора Синай находится в Аравии. И как подтвердили современные исследования, она таки находится в Аравии, а не на Синайском Балуострове. Хорошо. Теперь мы поговорим еще об удивительном человеке, равному, которого не было и мы не встречаем нигде на Танахи. И этот человек удивительный еще тем, что, в общем-то, он не был евреем. Это кто? Мелхи Цедек, да? Мелхи Цедек, это удивительный, потому что Мелхи Цедек, да, он был царем Салимского. Вот какая предыстория. Бытие 14 глава, 1-7 стих. Было в войне Амрафела Царя, Синаарского, Ореха Царя и Лазарского и так далее, и так далее. Прошли они войной против других царей, Береса и Садомского, Берши Царя, Геморского и так далее. И соединились с Данией и Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они по разобщению у Кедар Ла-Амера, а в 13-й год возмутились. И в 14-м году пришел Кедар Ла-Амер и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов, Зузимов, Изимов, Шевек-Раиме, Ихареев и так далее, и так далее. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпад, который есть Кадес, и поразили всю страну Абалекетян, а также Амареев, живущих в Хацацон-Фамаре. Что мы видим? Некто царь Кедар Ла-Амер, он захватил власть надряд рядом царей, да? Ну, тот таки был царь, а это были князья. Это было нечто похожее на феодальную зависимость, да? Вот помните, когда есть феодал, Сюзерен, и который ему подчиняется, да? И если какой-то подчиненный феодал, он бунтовал против Сюзерена, тот брал других феодалов, да? И совершал наезд. И вот в этой всей ситуации оказался Лот, который, в общем-то, был там совершенно не к месту. Смотрите, интересно, Лот получил свой надел. И куда этот надел делся? Исчез. Мы встречаем его в городе, и он уже живет как городской житель. Однако у него были тысячи овес. Где они? Да? Видите, Лот предпочел жизни свободной, жизнь гражданина. И оказался в очень нечестивом городе. И тогда вышли вот эти цари, Содомский, Габорский и так далее, и воевали они, да? И в Балии до Идеи сидел, было много смолеминых ям. И сады Содомский и Гаморский, обративших в бедство, упали в них, а остальные убежали в горы. Они попали в асфальтовое озеро и там завезли, да? Утонули, может быть? Да. И захватили там племянника Авраама, Лота, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И один из уцелевших известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамри, а также Марьянина, брата Ишколы и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. В этом эпизоде Авраам конкретно назван евреем. Авраам, услышав, что сродник взят в плен, вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 человек и последовал неприятелей до Дана. И, раздевшись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразили их, и преследовал их аж до Дамаска. Вот карту посмотрите, где у нас находится Мамри, это юг Израиля, да, вот, там, значит, жил на берегу Мертвого моря, которое еще тогда не было мертвым, вот, и гнал, он куда? Аж до Сирии, 120 километров. Это был военный поход, и Авраам здесь показан как опытный военачальник, а не просто как ведущий долбов бой. Он также применил тактические правила, разделение своего войска, охват противника славного, окружение и приюнение засадного полка. То же самое делал Его Шабинун в городе Ай или Гай. Таким образом, Авраам мы видим не только мирный скотовод, но и воин, защитник своей семьи и своего народа. И песнь песен, 6 глава, 4 и 10 стих показывает народ Божий, что, как войско со знаменами. Некоторые говорят, что верующие, да, они должны такие, им плюют в лицо, они должны подставлять другую щеку. Но я говорю, когда сказано об этом, что, не применяй насилие, если тебя обидели. но если ты или твои родственники, или твои ближние, или кто-то из людей оказывается в опасности, ты обязан его защитить, да, и поэтому Бог не отрицает войну, Бог отрицает только предумышленное убийство. И мы видим, что, когда возвращается с победой, да, с победой, Авраам, он встречается с удивительным человеком, Мелхиседек. Мелхиседек не был евреем, и никто не знает, кем он был. Говорится, что он был царь праведности, и царствовал в Соливии, в Иерусаливии, в городе мира. И вот интересно, Бог многократно и многообразно говоривший из древней отца в пророках, последние дети говорил нам в сыне, которого поставил наследника всего, через которого и веки сотворил. Евреям первая глава 1-2, да, то есть Бог многократно и многообразно говорил, и он многократно и многообразно говорил не только евреям, но и другим народам. Я думаю, что нам в еврейской истории интересно было бы посмотреть, как Бог открывался среди других народов. Но наиболее известный нам в истории случай это фараон Аменхотеп 4, который получил название Эхнатон. Аменхотеп 4, он царствовал с 1368 по 1351 годы до нашей эры и провел удивительную религиозную реформу. Он отменил множество египетских богов и заставил всех поклоняться одному богу, но так как не могли египтяне поклоняться богу невидимому, он ассоциировал этого бога с солнцем. Какой еще большой царь, будучи христианином, поступил так? В точности, как Эхнатон. император Константин. Совершенно точно. Оттуда вородин к одному. Да, он ассоциировал Иисуса с богом, как бога солнца, да? И день даже солнца стал основным днем поклонения Иисусу. То есть разницы между Эхнатоном и Константином не было никакой. Да, правда? Интересно. Вот. Был такой написан гимн. Утром ты озаряешь землю, это я имею ввиду Эхнатоний, прогоняешь мрак, посылаешь лучи света. Вся земля принимается за работу, деревья и травы зеленеют, птицы летают на своих болотах, крылья их величает дух твой. Все живет, когда ты смотришь на них. Похоже это на псалмы Давида? Чем-то очень даже похоже, правда? Вот. Да. И Аминхотеп, отцово Амуамон был до этого верховный бог, да? Вот. Он стал Эхнатоном. Эхнатон буквально означает полезный Атону. Покинул Фивы и построил новую столицу, которую назвал Ахетатон, горизонт Атона. Горизонт Атона. Фараон заменил хаос порядком. Порядком называется Маат. Он поставил Маат на место лжи, беспорядка. И он хаос светил. Это используется логол для описания солнца. Фараон воплощает Маат в виде слова, переводимого как истина. И главное значение которого это добрый порядок, право и справедливость. То есть вот это понятие Маат оно похоже на слово. Да? Слово. Он слово. Он слово. Он установил порядок, он установил справедливость. В какой-то мере это даже как атрибуты Ишио Мессии. Правда? То есть фараон есть живое воплощенное слово, воплощенный порядок и справедливость. И он говорил побуждайте наше сердце познать Маат. Я сделаю так, чтобы ты познал Маат в своем сердце, чтобы ты делал то, что для тебя правильно. И это напоминает на логос или божественная мудрость из притч. Я был человеком, который любил Маат и ненавидел грех, ибо я знал, что грех есть оскорбление Бога. Так писал фараон Экнатон. Удивительно, да? Фараон есть живое воплощение Маат, логоса, мудрости Божьей. Согласно верований, фараон после смерти не умирал, а восходил на небеса, его сердце оставалось забальзамированным, и египтяне верили в воскрешение, что фараон когда-нибудь воскреснет, да? И вернется на землю. Хорошо.